Ребята, всем доброе утро! Сейчас я готовлю с утра борщ, мы уже, конечно же, позавтракали. У нас сейчас уже половина 12 дня, и я на обед готовлю борщ. Кстати, рецепт будет на канале Бонапити от Кати, ссылочка в описании под видео. Заходите и смотрите рецепт, кому интересно, как я готовлю пошагово красный борщ. У нас сегодня неплохая погода, Миланку, наверное, в садике. Заберем пораньше и будем где-нибудь прогуляемся, потом Миланка хочет какую-то игрушечку купить. В фикс-прайсе просила нас забрать ее пораньше, и сходим в фикс-прайс, купим игрушку. Лика сейчас закладывает видео на свой канал, Slime Life, и будет делать, уже начинать делать уроки, потому что осталось всего лишь 3 дня, и снова школа, каникулы очень быстро пролетели. Узнаю точно, что им задали 3 сочинения по литературе писать, большие сочинения, потом по английскому там что-то учить, ну и, наверное, по другим предметам тоже немного задали. Так что делать уроки пока. Борщ готов, мы сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами. Мы зашли в магазин в дочке-сыночке, смотрим брючки. Дочке-сыночке? Да, дочке-сыночке, да. Смотрим брючки, Миланки тоненькие. Взяли розовые, вот такие вот. Плащик? И сейчас, слушай, симпатичненькие, да, плащик? А? Маленькие. Маленькие? А больше нет размера? Один. Розовый можно взять, слушай, поменьше, а одни взять побольше, а побольше нет. Зеленые не хочу, нет, такие не хочу. А какие наши? А? Ну, мы с тобой взяли вот 110, да, нам желательно бы 116. Смотрим футболочки какие-нибудь прикольненькие. Что-то здесь есть еще интересное. Можно еще лосинки, кстати. Слушай, еще можно лосинки. Они такими не нравятся. Слушай, ну лосины всегда нужны. Да. Теплые кофты мне нужны. Вот лосинки, футболочки. Вот лосинки. Что это? Лосинки? Да. Мне качество не очень нравится. Ой. Смотрите, смотрите, какая кофточка, юбочка. Цвет мне очень нравится, да? Лосинки. Смотри, какие шарчики. У тебя такое летнее. Нет, такие шарчики. А у тебя летнее платье точно такое тоненькое и такая же расцветка. Шарчиков-то нет таких? Ну да. Сейчас были в торговом центре. Как это торгово-центр? Международный. Вообще не понравился торговый центр. Мы все. Вообще. Мы первый раз в нем отдали. Машу покрою. Он даже стоит на бумаге. Ваша информация. На стенке бумага. А на стенке бумага. Не, ну, правда, я давно таких торговых центров не видела. Да. А нам куда? Нам домой. Нет, я имею в виду, куда. Ну, в них, да. Здесь подземная парковка. Ну, как, не подземная, она наоборот, на пятом этаже. Да? А, ну да, может быть. Какая-то такая все кривая. Ну, в общем, как не пошло, да, так и все. Да. А ты не такая. Короче, выбежали бегом. Лике просто нужно было в Галамарт зайти. И мы, как бы, ну, посмотрели. Не то, что ближайший, где нет пробок. И, в общем, выбрали вот этот вот торговый центр. А здесь даже Галамарт такой. Честно сказать, даже Галамарт, он, он вроде большой, но выбора вообще нет. Лике нужно было там, все, можно... Нет, да. Лике нужно было, она хотела там для слаймов купить, легкий пластилин. И, в общем, мы купили то, что нашли. А нашли нам немного. Все эти обшарпаны, поскрябаны, узко все тут. Узко, да. Голки начинаются с амкинты! Страшно? Я, блин, не вижу ничего. Ты не помещайся, смотри, ты прям носом. Смотри, смотри. Там сзади никого нет. Очень узко. А мне нравится тут. Мне нравится вообще. Когда мы заехали сюда, как начали подниматься по этой горке, я сразу сказала. Без камеры бы и вообще, да? Поэтому тут все, все повороты счастливы. Чем ты напоминаешь Севпатим? За серпантиней спокойно едешь и едешь. Здесь, блин, не знаешь куда. Просто ты не видишь, куда едешь. Ну, вот в камеру. Ну, в камеру смотришь чисто по камерам. Поверните направо, а затем... Куда направо повернуть? Вот сюда? Поверните направо. В забор. Выпустите нас. Не хочу больше здесь. Я тоже хочу быстрее выехать. Потому что как мы любим торговый центр, но это что-то с чем-то. Мы даже не в этот магазин не зашли. Не зашли, потому что бегом-бегом отсюда. Я говорю, тут вообще делать нечего. Не располагает... Аустрофобия прям, она развивается какая-то. Ну, реально, да. Не располагает этот торговый центр к покупкам. Хотя людей, посмотри, как много. Ну, а куда они деваются? Ну, тут как бы... Пешёвочком они там ходят. Да, достаточно как бы... Вообще, хороший такой большой район, да. И, конечно же... Нет, смотри, вот нормальный торговый центр с этой стороны. Ну, там, пойдемте, нормально. Мы просто сзади заехали как-то. Ну, мы с парковки заехали. Ну, мы с парковки заехали. Ну, мы же вышли в торговый центр. Что значит, нормально? Ну, вот я смотрю, сейчас... Ну, то и дело, внешне сделали красиво. А внутри это что-то с чем-то. Внутри это что-то с чем-то. Ну, в общем, наконец-таки мы выехали. Ну, ой. И едите волк. Всё, я думаю, обрятно. Я не хочу тут быстро находиться. Да, мне попить. Сейчас, да. Миланка с своим волком. Миланш, покажи волку свою. Я. Я люблю. Купили Миланку. Миланка, то есть, сама купила волка, выбрала. Я видел. Какой зубастый. Зубастый волк. Страшный какой. На. Сейчас. Ну, уточка. Сейчас, сейчас. Давай, давай, давай. Такие градусы собираются. Уже. Уже, Миланш, нужно, наверное. Вот погода такая странная. Давай уходим. Утром было плюс, нет, утром было ноль, ощущается, ну, меня показывала в телефоне. Да, сейчас 10 градусов. Ощущается, как минус 3. А сейчас 10 градусов тепла. Миланка вообще вся мокрая. Ну, потому что в садике, я же всегда, когда мы идем, я смотрю погоду. Еще такая, посмотрела, думаю, минус 3. Ну, прохладно. Ну, кофточку, то я такую тоненькую одела. Да еще метро, поэтому народу много. Ну, я говорю, как бы район такой прям мощный у людей. Да, вот такую кофточку. А сейчас очень жарко стало. Так и не поймешь, утром надеваешь садик, они же гуляют там. И боишься, что замерзнут. А сейчас потеплело. А сейчас и жарко. Ух, сколько людей. Кто куда? Да. Прыгает, радуется. Прыгает, радует. Кто-то грустит, кто-то радуется. Я рада. Только что увидела девочку, которая прыгает, радуется. Девочку увидела, которая прыгает, радуется. Да. Спаси меня. Спаси меня. Наверное, пятерку получила. Сейчас каникулы, мам. Ну, нам пишут, что не везде каникулы. Я не знаю. Мы в Питере во всех школах. Да. Через 300 метров. Поверните направо. А зачем нам поворачивать направо? Прямо. Три километра. Маршрут перестроен. Типа здесь пробка, а там проехать? Оближать, наверное. Прямо. Ну, большинство. Пробка, да? Прямо. Ну, на светофоре. На море едем. Классно. На море в пальто с мехом. На море мы едем. А вы не знали, да? А еще у нас еды нет вообще. Вода есть? Или уже нет? Что поделаешь? Может, так будем без еды и без воды? Ай, по пути заедем. Купим. Никак быть. А у нас одежды нет? Купальник не взяла? Нет. А я в трусах. В смысле? Купаться буду. У папе хорошо. У меня что? У меня что? У меня что-то плавки, что-то одного цвета, одного формы. Одного формы. Одного формы. Одного размера. Ну, Мак, а мы с собой займем в торговый центр и купим новую. Ага, нет. Тогда я с вами. Нет, мы тебя не возьмем. У тебя все равно одного цвета. Какая-то розница. Какая-то куколка. Я попробую. Снимаем видео на Ликин канал. И Лике нужно было купить все голубое. Какой-то бинт. Вкус бинта. Вкус бинта. А ты знаешь, какой вкус бинта. В общем, Лике нужно было купить все голубое. Лика купила чупа-чуп. Думаю, что он будет тоже какой-нибудь голубой, синий. Но он коричневый. Попил бы он вообще вкусным. Очень вкусным. Но очень вкусным. Я придумала фотку. Какую? А я не могу тебе сделать ее сейчас. В общем, мы сейчас снимаем с Лика видео на Ликин канал. Лика лайф, да это? Да, она Лика лайф. И Лика сегодня ест все голубое. Кошмар. Ну, не это. Ну, не обычненько, да? Ну, не обычненько в разведении. Да, ладно, ребята. На этом наш влог сегодня, кстати, подходит к концу. Огромное спасибо всем, кто был с ней с нами. И всем спокойной ночи. Всем до завтра. Всем пока-пока. Всем пока-пока. И на маме. И на маме. Продолжение следует...